Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, распространять на него ссылки, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Сразу скажу, что сутки прошли не совсем спокойно, фронт начал движение. И какое движение и в каком направлении мы с вами разберем более подробно в оперативных направлениях. Сегодня на календаре 30 октября и киевское время 14 часов. Сегодня стараемся записать видео пораньше, пока есть свет и пока есть стабильный интернет. Но начать хочу с очень приятной, радостной сообщения. Это сегодня отмечает свой день рождения, день создания, правильно так будет сказать, 72-ю отдельную механизированную бригаду. 72-ка это легендарное у нас соединение, которое принимало активное участие в боевых действиях, начиная с 2014 года. Вот эта бригада носит имя черных запорожцев, поэтому я поздравляю всех и военнослужащих бригады, и тех, кто имеет отношение к этой бригаде, и членов семей военнослужащих этой бригады. Ну и да, сегодня еще день автомобилиста, надо вспомнить. Автомобильная техника это логистика, которая сегодня работает на полную мощность для обеспечения успешных боевых действий наших вооруженных сил. Ну а далее поговорим о военных делах, которые происходят на оперативных направлениях, на линии фронта в войне России против Украины. Противник пытается удержать временно захваченные территории, концентрирует усилия на сдерживании действий сил обороны на некоторых направлениях. При этом не прекращает наступательные действия Бахмуте и Авдеевке. Ну я бы еще добавил, наверное, сюда уже Углидар, в районе Углидара. Тоже не прекращает наступательные действия. Там они начались позапрошлых суток. В течение суток подразделения сил обороны отбивали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Бахмут, Бахмутская, Каменка, Авдеевка, Первомайская, Маренко, Углидар. Противник продолжает обстрел подразделений сил обороны вдоль севой линии фронта, осуществляет фортификационное оборудование линий обороны своих на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, 23 авиационных удара, нанес более 100 ударов реактивными системами залпового огня. От этой преступной деятельности пострадали районы более 45 населенных пунктов. Среди них Славянск, Сиверск, Донецкая область, Запорожская область, Новоалександровка, Херсонская область и другие. Никополю досталось в эту ночь очень сильно в плане обстрелов со стороны российской артиллерии. Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Российская Федерация продолжает переброску отдельных подразделений на территорию этой страны. Таким образом, 26 октября отмечалось прибытие эшелона военной техники из Российской Федерации на железнодорожный вокзал Бреста. Вместе с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые кадыровцы. Ну, кадыровцы, вы же понимаете, это бойцы Росгвардии. Просто они идут из числа подразделений, которые дислоцируются на территории субъекта Федерации Чечня. Поэтому их называют кадыровцами. И де-факто ими управляет глава Чечни Рамзан Кадыров. Хотя они являются бойцами федеральной силовой структуры Росгвардии. Ну, вот такая вот у них особенность в управлении. И я вам скажу, что если прибывают кадыровцы, значит они прибывают для обеспечения комендантской службы и поддержания правопорядка среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Из числа мобилизованных за последнее время. Видать, проблемы довольно большие. С дисциплиной, с поведением российских военнообязанных даже на территории Белоруссии. Кроме того, российские военнослужащие были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита. Скорее всего они оборудуют, ну я уже говорил, что это рабочая команда, и они будут готовить материальную базу. Будут либо строить палаточные городки, либо оборудовать те заброшенные фермы. Здания промышленного типа тоже не используемые в настоящее время. Это то, что Лукашенко выделил для размещения вот этой совместной российской-белорусской группировки. Кстати, надо отметить, что вот эти полеты МиГ-31, которые они постоянно осуществляют с аэродромов Белоруссии, мы постоянно вынуждены объявлять воздушную тревогу. Появилось разъяснение, вышла довольно неплохая статья, в которой они сами расписали, россияне, всю ситуацию по Белоруссии. Оказывается, вот эта объединенная группировка белорусско-российских войск, это, ну я уже вам говорил, это силы обороны союзного государства. То есть это уже вооруженные силы нового политического образования, ну что-то типа СССР 2.0. И первый компонент этих вооруженных сил, этой объединенной группировки, уже готов и приступил к выполнению боевых задач. А именно, воздушный компонент. Сюда входят системы радиолокационной разведки, сюда входят авиация МиГ-31, Су-35, туда перегнаны Су-35С, и комплексы С-300, С-400. Так вот, вот этот компонент приступил к боевому дежурству. Это уже боевое дежурство по охране воздушного пространства союзного государства. Вот так описывают русские в своей статье положение или состояние дел в Беларуси. Так что, я не знаю, знают об этом белорусы или нет, потому что издание российское, но вы уже протекторат России, вы уже в союзном государстве. Добро пожаловать в СССР. Вот такая вот. И Россия полностью располагает, командует этим объединением, Генеральный штаб вооруженных сил России, и, соответственно, а вот уже рабочая команда, которая прибывает, первичная техника, которая поставлена, это уже формирование сухопутного компонента союзных вооруженных сил для нового вот этого государственного объединения. Так что, на наших глазах рождается, точнее, пытается возродиться Советский Союз. Ну, идем далее. Угроза ракетных ударов и применения ударных беспилотников в территории Республики Беларусь продолжает сохраняться. Противник обстреливал наши позиции на всех направлениях. На северском направлении, в это, ну, видите, очередность, Сумская, Черниговская, сегодня опять Сумская, в эти сутки досталось больше Сумской области. И прилеты начались практически с рассветом в сегодняшние сутки. Также обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивной артиллерии, велись на Слобожанском направлении, на Купянском и Лиманском направлении, на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском. Надо отметить, что у нас, давайте начнем с более негативного, это Бахмутско-Абдеевское направление. Там противник имеет частичный успех. Южнее Авдеевки они продвинулись на несколько километров вглубь нашей территории. На Угледарском направлении, точнее в районе Угледара, они севернее Угледара продвинулись, тоже на несколько километров вглубь нашей территории. И в районе... И в районе... Южнее, вот то, что я сказал, южнее Авдеевки, это Водяная, Первомайская, вот здесь противник имел... и Невельская. Здесь противник имел частичный успех, к величайшему сожалению, но вот такая вот ситуация. Но, допустим, если... Это не указана, это не официальная информация, я подчеркиваю, по поводу продвижения российских войск на Авдеевском и на Угледарском направлениях. Почему? Потому что это дает институт изучения войны. Они пишут, что в ходе военных действий в Донецкой области российские силы достигли определенных успехов. В районе Донецка, ну, Донецк это, понятно, агломерация очень большая, поэтому я вам более конкретизировал, что это южнее Авдеевки, что это в районе Угледара. И продолжаются попытки наступательных действий в районе Бахмута. Здесь они замедлили эти попытки, как пишет институт изучения войны. И по данным Россия сразу же это выставила, как свое великое достижение, вот, и что они продолжают постепенно отвоевывать территорию возле Донецка. Ну, если 1-2 километра это у них отвоевание территории, то, ну, что ж, пусть они так это и считают. Тем временем наши войска на... Тоже и дает это институт изучения войны, этого нету в сводке генерального штаба, но институт изучения войны говорит, что силы обороны Украины закрепили результат на востоке Луганщины и продолжают контрнаступательные действия на линии Сватова-Кременная. То есть на этом рубеже мы постепенно постепенно продвигаемся вперед, вглубь Луганской области. Вот такое вот соотношение. Ну, возвращаемся с вами к сводке генерального штаба и продолжим. Около 20 населенных пунктов вдоль линии фронта пострадали от огня противника на Южнобургском направлении. По населенным пунктам, ну, я уже говорил, Никополь, Выше-Тарасовка, Гавриловка, это Днепропетровская и Херсонская область, они подверглись обстрелу из реактивных систем залпового огня со стороны Российской Федерации. Это наиболее мощные обстрелы, которые состоялись на этой линии за прошедшие сутки. Согласно имеющейся информации во время так называемой эвакуации, в кавычках, Херсонской исправительной колонии номер 90, есть там такая колония, так вот, оккупанты из этой колонии вывозили пленных, наших пленных, на свою подконтрольную территорию. То есть, их отправили на левый берег, ну, куда дальше будут переправлять, пока, к сожалению, неизвестно. Противник использует территорию указанного исправительного учреждения для размещения личного состава и военной техники. То есть, наших пленных из этой колонии вывезли, я так понимаю, заключенных там уже не осталось, какова их судьба, сказать пока что очень трудно, но территорию колонии заняли российские войска. То есть, зашли туда техникой, зашли туда личным составом. Ну, желательно, чтобы они там и остались, конечно, в качестве уже военно-пленных. Посмотрим, как будут развиваться события. В населенных пунктах вблизи города Херсон враг принимает меры по подготовке к обороне. Ну, как мы с вами и предполагали, город они без боя сдавать не собираются. Отмечено прибытие около сотни росгвардейцев из города Грозного в поселок Каланчак. То есть, видите, кстати, очень интересная тенденция. Обратите внимание, что росгвардию в основном вытягивают из Чечни. Тут может быть два концепта. Первое, то, что другим подразделениям росгвардии не особо доверяют или нету особых, особо желающих. Здесь, кстати, по рапорта, точнее, в росгвардии вербуют по добровольно, там непринудительно. И я так понимаю, что они, военкоматы, точнее, вербовщики не делают упор на росгвардейцев. Почему? Потому что надо защищать будет режим Путина. И росгвардия нужна по всей территории страны. Их, кстати, довольно немного принимают участие в операции. А вот вытащить бойцов росгвардии с оружием с территории Чечни, я думаю, что это еще имеет и политическую подоплеку под собой. Почему? Потому что это сильно ослабит позиции самого Кадырова в самой Чечне. И вот эта его вечная бравада, что у меня 30 тысяч стоит под ружьем, штыков, она может закончиться. Потому что туда тысячи, туда две тысячи, сюда три тысячи. И в результате с чем останется Кадыров? С личной охраной, которую он нанимает за собственные деньги. А росгвардия вот таким образом будет растянута из Чечни по разным другим направлениям. У него же еще, не забывайте, у него есть подразделение в Москве и в Санкт-Петербурге. Кстати, в Москве премьер-палас они занимают там, штаб-квартира находится вот этих так называемых Кадыровцев, вот, где они с оружием проживают и это их основной пункт дислокации. В Санкт-Петербурге не знаю, ну, если напишут те, кто нас смотрит в Санкт-Петербурге, я оглашу, где находится штаб-квартира чеченских Кадыровцев, неправильно, не чеченец и Кадыровец это две абсолютно разные вещи, предатели и герои это разные понятия. Я имею ввиду предатели это Кадыровцы, которые предали свою Чкерию и перешли на сторону путинского режима. Я так это вижу. Итак, далее, на территории города Новая Каховка российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения. Они очень боятся, что гражданское население сдает координаты или места дислокации российских войск и потом туда прилетают наши снаряды. Именно по местам расположения российских войск. Поэтому есть прослушка телефонов. Пользуйтесь, будьте осторожны, это я для наших жителей, граждан в оккупации говорю, будьте осторожны, используйте иносказательные выражения. В селе Большая Знаменка Запорожской области враг продолжает размещать личный состав в домах местных жителей. Ну, это то, что я и говорил, это тенденция, они надеются, что они спасутся за счет переодевания в гражданскую одежду. Кстати, последнее время мы стали брать в плен мобилизованных, вообще не переодетых. Они воюют в гражданке, им выдали автомат, каску, в лучшем случае бронежилет, иногда без бронежилетов. И они в спортивных штанах, они в своих трениках, в кроссовках, никакой военной формы, их привезли, и они вот так мобилизованные, в таком снаряжении попадают на линию фронта. Кстати, очень много видеоматериалов, подтверждающих, где наш первый опрос пленных проводят, и они вот в такой полувоенной, полугражданской одежде, вообще непонятно, кто их экипировал и кто их... Но тот факт, что они, как правило, оказываются на линии фронта в ближайшее время, то есть их призвали неделя, максимум две, и они уже на линии фронта, и они уже в плену. Это в лучшем случае, в худшем случае они уже в полях, в полях убитые. Вот. Так что вот такая вот ситуация. Ну и в заключении сводки генерального штаба, это результаты огневого воздействия на противника, авиация сил обороны за сутки нанесла по врагу 32 удара. 23 по районам сосредоточения оборужения и военной техники, 3 по взводным опорным пунктам, 6 по позициям сил противовоздушной обороны российских войск, бойцы украинских ПВО сбили ракету «Искандер-К», это крылатая ракета комплекса «Искандер-К», и 2 вражеских беспилотника типа «Орлан-10». Кстати, задавали вопрос, где «Орланы», вот они, мы продолжаем их сбивать. «За текущие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника, 3 склада боеприпасов, 2 объекта противовоздушной обороны и еще 9 важных военных объектов противника. и артиллерия и наша авиация на отдельных направлениях уже работают практически в полную силу. И мы имеем даже, у нас уже пошли групповые бомбовые удары для нашей авиации. чего ранее не было на линии фронта и в ходе вообще ведения этой войны. То есть, групповые это по два звена, то есть, по 4 самолета мы применяем уже для нанесения удара. Это что касается военной обстановки. Ну, сегодня в военно-политической обстановке будет касательно внешней политики будет, наверное, поменьше, потому как воскресенье Европа, вы знаете, и весь мир живет мирной жизнью, у них сегодня выходной. Но, тем не менее, есть несколько вещей, которые хотелось бы отметить. Итак, есть такой 11-й армейский корпус, который дислоцировался в городе Калининград. Это 12 тысяч военнослужащих. Вот этот корпус из Калининграда был переброшен в Украину. И на сегодняшний день этот корпус полностью уничтожен нашими войсками на территории Украины. Я представляю, об этом пишет журнал Forbes. Это не наша выдумка. А вы знаете, что западные издания пишут только тогда, когда имеют достоверную информацию о состоянии на фронте. Они очень щепетильно к этому относятся. Они публикуют только тогда, когда информация подтвердилась с нескольких источников. Я вообще представляю, что такое Калининград и Калининградская область. Довольно маленькая территория, и там все друг друга знают. И 12 тысяч военных, это огромное, это практически должно касаться каждой семьи в Калининградской области. Так вот, если вы потеряли связь с вашими родственниками, которые в составе 11-го армейского корпуса убыли воевать в Украину, значит, они уже погибли. В лучшем случае, кто-то из них находится в плену. В худшем случае, они остались на полях Украины. Вот такая вот война. Считайте, что война постучалась в каждый дом. Благодарите Путина за это. Это единственный человек, которому не имется до сих пор, и он горнила войны пытается разжечься сильнее и сильнее. В топку войны бросает все больше и больше людей. Далее, порадовало наше конструкторское бюро луч. Кстати, я думаю, что последнее время они довольно часто появляются в информпространстве и постоянно с какими-то новыми разработками. Кстати, я думаю, что это в том числе и результат того, что КБ Луч в начале войны надо отдать должное генеральному конструктору этого КБ Луч. Ему удалось вырваться из лап Укроборонпрома. Он написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и тот одобрил, дал команду и Луч вывели из состава Укроборонпрома и сегодня КБ Луч работает на рынке вооружений в свободном плавании. Это самостоятельная организация, которая не входит в Укроборонпром. И посмотрите, у него постоянно какие-то инновации. Они развиваются и идут вперед. Укроборонпром пускает пузырьки и потихонечку продолжает топить наш военно-промышленный комплекс. Сколько они это будут еще продолжать делать? Очень трудно сказать. Так вот, КБ Луч порадовала нас разработкой нового беспилотника. Наш отечественный беспилотник, ударный беспилотник Сокол-300. Дальность полета которого 3300 километров. На высоте до 12000 метров. Он может идти. В скором времени мы его увидим в действии. Так была сделана заявка от КБ Луч. Далее в Херсонской области у нас да, я пропустил такую новость, нельзя ее пропустить, это то, что вчера был нанесен еще один удар по Антоновскому мосту, но это уже само понятие по Антоновскому мосту, наверное, уже не соответствует действительности, потому что мост перебит уже практически полностью, там этот пролет висит только на одной арматуре, но зато мы громим вот этот баржевый мост, который они пытаются связать, мы опять его громим. Так что переброска техники и вооружения мы пытаемся максимально ее усложнить. Я не говорю, что мы можем ее закрыть на 100%, этого, к сожалению, сделать на сегодняшний день невозможно, но тем не менее. Так что вот такие результаты. И еще надо отметить то, что знаете, вчерашнее заявление после событий в Севастополе Российское Министерство Обороны, кстати, очень странно, что Министерство Обороны, а не Министерство иностранных дел, ни Кремль, ни Путин, или его пресс-секретарь, а именно Министерство Обороны Российской Федерации сделало такое заявление, что мы выходим из зерновой сделки в связи с событиями в Севастополь, нападением на Севастополь. Ну, то, что произошло в Севастополе, я вам сейчас расскажу чуть позже, у меня есть отдельная информация для вас, я нашел ее. Но, ну, будем так говорить, Россия давно ищет повод для того, чтобы это объявить. Это, можно сказать, что события в Севастополе является зацепкой. Почему? Потому, что Россия не удалось продавить через зерновую сделку вывоз своего зерна за пределы Российской Федерации. Это первый момент. Второй момент. Россия хотела качать аммиак через территорию Украины по аммиакопроводу Самара-Одесса. Это Ротенберг, это один из кошельков, ему принадлежит этот завод аммиачный. Это один из кошельков Путина. И они хотели под эгидой этой зерновой сделки прокачивать аммиак через Одесский порт и вывозить его на продажу на мировых рынках. То есть, зарабатывать за это валюту. Это провалилось. Поэтому Россия очень обижена. И, кстати, и Лавров, выступая в ООН, говорил о том, что не пора ли нам прекратить, это было еще несколько недель назад, зерновую сделку, потому как Россия не получает от этого никаких преференций. Но, в принципе, не важно, кто это объявил, важно то, что они постоянно об этом говорят. Это раз. И второе, у нас, хочу заметить, что мы же с Россией никакой зерновой сделки не подписывали. У нас нету ни одного документа, подписанного с Российской Федерации. У нас есть документ, подписанный с Генеральным Секретарем, с ООН, в лице Генерального Секретаря и Турции. Раджеп Таип Эрдоган является гарантом вместе с Гутиериш, Генеральным Секретарем ООН. Мы с ними подписали, у нас с ними сделка работает. Мы вывозим уже, по-моему, почти 10 миллионов тонн, зерна вывезено, и Россия, а, кстати, еще Россия, кроме словесных заявлений, еще попыталась механически предотвратить вывоз зерна. Они нагнали своих сухогрузов в пролив в Дарданеллы, в район Дарданеллы и устроили там пробку, просто настоящую, ну, как автомобильная пробка, да, они точно такую же морскую пробку устроили в проливе Дарданеллы, для того, чтобы воспрепятствовать. И довели время простоя суден с зерном или с зерновыми культурами до двух-трех недель, что очень сильно срывало поставки, а вы же понимаете, простой парохода стоит очень больших денег, очень. Там в час несколько тысяч долларов, а в сутки десятки тысяч долларов простое фракт судна для перевозки зерна. Так вот, очень интересно было бы услышать, как Кремль, именно Путин, скажет Эрдогану, что он выходит из зерновой сделки, потому что Россия подписала зерновую сделку с той стороны, с другой. И тоже там Россия подписывала эту сделку с генеральным секретарем СООН в лице генерального секретаря и с Турцией в лице президента Турции Эрдогана. И очень интересно было бы посмотреть на выражение лица Путина, когда он поднимет трубку и скажет «Я выхожу» Эрдогану скажет или Гутерришу скажет «Я выхожу из зерновой сделки». Так что я думаю, что это больше блеф. Вот, кстати, за заместителя главы генерального секретаря ООН Фархан Хак отметил, что цитата «Жизненно важно, чтобы все стороны воздержались от любых действий, которые могут поставить под угрозу черноморскую зерновую инициативу». Вот вот такое заявление прозвучало сегодня из уст Генеральной Ассамблеи ООН. Ну и то, что я вам говорил, это, кстати, тоже касается зерновой сделки, а именно событий в Севастополе. Я вам прочитаю, я нашел очень интересный отчет, сделал Институт изучения войны. Опять же, Американский Институт изучения войны. Думаю, что им стоит верить, потому как они сотрудничают с Американской Ассоциацией разведсообществ, и поэтому их информацию можно считать практически достоверной. Так вот, Институт изучения войны пишет, это по поводу вчерашних событий в Севастополе. Вероятнее всего, украинские силы атаковали фрегат Черноморского флота типа Григорович близ Севастополя 29 октября с помощью беспилотных надводных кораблей. Вот так вот. Видите, оказывается, ну, я даже не знал, что у нас такие беспилотники, надводные беспилотники есть. На кадрах из социальных сетей зафиксировано, что неизвестное количество беспилотных надводных кораблей нанесли удар по крайней мере по одному фрегату типа Григорович в городе Севастополь 29 октября. На кадрах также видно задымление возле порта в Севастополе и действия российских ПВО в Севастополе, которые ведут огонь по воздушным целям. Ну, скажу так, что мы предполагали, что поврежден адмирал Макаров, это флаг, тот, который выполняет флагман. Ну, кстати, и Григорович и Макаров, они могли типа Григорович. Это, я так понимаю, один типовой, это типовой проект фрегатов, и таких фрегатов несколько в составе, в том числе и Черноморского флота Российской Федерации. Так вот, Министерство обороны России заявило, что украинские силы использовали семь автономных морских беспилотников и девять беспилотных летательных аппаратов для совершения террористической атаки на Черноморский флот и гражданские объекты в Севастополе. Так вот, это так террористическая атака назвала Российская Федерация. Так вот, Американский институт войны разъясняет военноначальникам в Министерстве обороны Российской Федерации, что нападение на военные суда в военное время является законными актами войны, а не террористическими атаками. Так что, это война, тут вы нас бьете, мы вас бьем. Тем более, что мы обороняемся, мы не приходили на вашу землю, не захватывали ее. Минобороны России заявила, что российские силы уничтожили все воздушные цели, уничтожили четыре морских беспилотника на внешнем рейде и три морских беспилотника на внутреннем рейде. Подобный неопознанный беспилотный надводный аппарат впервые появился у берегов Крыма 21 сентября. Да, было сообщение, что был найден на берегу возле Крыма, на берег выбросило, точнее, на одном из побережьей Крыма был выброшен на берег неизвестный беспилотник, морской беспилотник, были даже его фотографии в сети и никто не знал, что это и откуда это. Так что, вот такая вот ситуация, которая произошла. Но это версия, опять же, это версия американского института изучения войны. Наш генеральный штаб не подтверждает наше участие и вообще наш генеральный штаб пока молчит об этих событиях. Другие официальные лица и средства массовой информации тоже не комментируют, кто же мог это сделать, какие добрые люди могли провести такую атаку. Ну, вот, американский институт изучения войны считает, что это все-таки мы каким-то образом причастны к этому. Ну, я думаю, что нам стоит набраться терпения и подождать, когда мы услышим официальную версию либо от генерального штаба, либо от нашего президента, как верховного главнокомандующего. В любом случае, для нас есть позитивом то, что кто-то наносит поражение российскими войскам, особенно Черноморскому флоту, потому что у нас нет флота, и нам очень тяжело бороться с Российской Федерацией в акватории Черного моря. Но, тем не менее. И, кстати, если подтвердиться, что это действительно адмирал Макаров, то довольно это хороший знак, потому что это будет уже второй флагман Черноморского флота. Третьим флагманом, наверное, надо будет назначать какой-нибудь буксир или баркас, чтобы он был незаметен и не выделялся на фоне остальных кораблей. Ну, что ж, на этом, наверное, военно-политическая часть нашего видео мы закончим. Я сделаю паузу по традиции. Вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, а также нажать колокольчик, чтобы приходили уведомления, и мы с вами продолжим. Итак, продолжим мы вторую часть нашего видео, это ответы на ваши вопросы. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. Вы подчеркнули, что в Украине нет войны официально, да, юридически война, состояние войны не объявлено. Какие отличия от сегодняшних действий были бы, если бы была объявлена война? Когда объявляется война? Смотрите, согласно, ну, во-первых, эту тему в начале войны все обсуждали и очень много данных, в том числе и на моем канале, можете посмотреть, можете почитать профессиональных юристов. Но в общих чертах я вам скажу следующим. Первое, не надо было бы принимать отдельный закон о применении вооруженных сил. Война объявляется, когда есть угроза суверенитету и территориальной целостности государства. в законе об обороне у нас прописаны там три, шесть, точнее, шесть, когда мы можем применять вооруженные силы. Это вторжение вооруженных формирований иностранных, это агрессивные действия против нашего государства, угроза смены конституционного строя в Украине и так далее. Ну, вот такие вот там перечисленные из основных. Тогда объявляется состояние войны. И состояние войны, если оно объявляется, то страна, которая совершает акт агрессии против нас, с ней разрываются все дипломатические, любые отношения, дипломатические, экономические и финансовые. Соответственно, и мир тогда делится, вот как это было во время Второй мировой войны, на союзников и на противников. Там союзники у одной стороны союзной государства и у другой стороны союзной. Кто-то вступает в войну на стороне любой из сторон. Каждый выбирает вот так вот. И скорее всего официально она не объявлена. Тогда большинство аналитиков и юристов пришли к выводу, что состояние войны не объявляется. Кстати, Россия тоже не объявляет состояние войны. Именно по этой причине, потому что она полностью будет страной изолированной от мира. И ООН тогда придется признать Россию страной-агрессором и это может быть способствовать тому, что и ее деятельность в Совбезе ООН будет прекращена или приостановлена на период ведения войны. И права вета она лишится, а может быть и места вообще в ООН она может лишиться. Кстати, Советский Союз из-за агрессивности тоже выгнали из Лиги наций когда-то исторически. Так что Россия может повторить этот исторический шаг. Вот поэтому мы не объявляем состояние войны. это одна из причин. Так что а так бы ситуация была во-первых действовали в полном объеме были бы развязаны руки у вооруженных сил и надо было еще раз повторюсь принимать дополнительных законов экономика страны перешла бы 100% на военные рельсы а то мы сейчас гадаем на кофейной гуще перешла или не перешла если перешла то где и когда и кто перешел ну естественно там еще ряд законов норм и положений вводится по ограничению перемещения об ограничении свобод прав и свобод граждан на период введения войны но часть мы ввели там всеобщую мобилизацию тотальную цензуру ограничения перемещения через грани выезда и так далее и тому подобное часть мероприятий введена но еще часть мероприятий не введена подскажите пожалуйста почему в вашей сводке довольно редко появляется информация о центральных районах Украины я сам из Кропивницкого у нас прошлой ночью с 28 на 29 сбили два шахеда но в нашей сводке об этом ничего не было ну смотрите дело в том что я опираюсь на сводку генерального штаба и детализация не делается да у нас тоже кстати 28 там был этот самый массированный не массированный был групповой налет вот этих шахедов да у нас тоже сбили вот Киевской области недалеко от меня работало ПВО бахало стекла стекла дрожали и сбили шахед но генеральный штаб дает общую сводку если есть прилеты и попадания в какие-то критические объекты инфраструктуры да я тогда об этом сообщаю так же как в сводке но там когда шахед летит один или два тогда да конечно на него уделяется внимание когда их летит 20 если два были сбиты в районе Кропивницкого то это попадает в общее число что из 20 летящих там в 16 или 18 такая вот вот такая вот оперативная сводка и вот так вот она строится поэтому я вам скажу так что радуйтесь что вы не попадаете в сводку в сводку обычно попадают тогда когда есть прилеты есть повреждения есть раненые и убитые вот тогда этот город точно попадает в сводку и он звучит пока вы не в сводке радуйтесь что так оно и есть добрый вечер каждый вечер слушаю ваши сводки. Вчера вы не подтвердили сообщение о ликвидации заместителя начальника штаба ЧВК Вагнера. Прокомментируйте пожалуйста. Ну тут в принципе нечего комментировать. Да, я упустил, согласен, что надо было отметить. Это довольно то, что в результате накрытия. Вагнеровцы спалили свою базу. Спалили каким образом? Они снимали видосики, выкладывали, это же их еще называют ТикТок войска. Точнее нет, это Кадыровцев, извините, ТикТок войска. Вагнеровцы начали снимать вот эту базу, которую они захватили новый объект, они там комфортно разместились. И это попало в сеть. Естественно наша разведка это проверила. Данные подтвердились, мы нанесли туда удар. Удар очень результативный, очень много погибло из числа вот этих наемников. И в том числе среди убитых был опознан начальник штаба вот этого подразделения частной военной компании Вагнера. И соответственно это вносит нарушение в систему или вносит сумятицу, правильно ли я так, будет сказать, наверное, в систему военного управления этими подразделениями. Но трудно сказать, что они, видите, Пригожин говорит, что у него уже это корпус целый, корпус. Корпус это может быть до 15 тысяч человек в зависимости. Но если мотострелковый, то примерно так. Танковый может быть чуть поменьше, 10-12 тысяч. Армейский корпус. Поэтому какого ранга был этот начальник штаба сказать на сегодняшний день, трудно. Но будем считать, что он всей частной военной компании. То есть это второй человек в ЧВК. Тот, кто командует войсками. У него в голове были все планы, замыслы. Не, конечно же, все и на бумаге было, он излагал. Но вы же понимаете, что на бумаге все мысли не изложишь. И характер человека по организации, планированию, введению боевых действий, ну его как бы не заменишь, не изменишь. Если нет человека, то его мысли никто никогда не узнает. Так что в этом плане это да, это хороший улов, что под наш огневой налет попал начальник штаба ЧВК Вагнера. Вы как человек военный оперируете военными терминами. Например, взвод, рота, бригада, батальон. Вам очень понятна численность людей в каждом термине. А мне, как человеку гражданскому, не ясно. Это сколько? Не могли бы вы дублировать численность людей в каждом случае? Спасибо за ответ. Нет, дело в том, что я уже неоднократно эти численности называл. Смотрите, все очень просто. Система троичная. То есть в Российской Федерации сохранилась троичная система. У нас натовская система, когда в одной бригаде может быть 10, 15, 20 батальонов. Половина из них линейных, половина из них отдельных. То есть у нас конструктор, как я вам когда-то рассказывал, конструктор Лего. Мы собираем, мы наполняем бригаду и можем собирать группировку из различных бригад за счет отдельных батальонов. В Российской Федерации осталась система советской армии. Тройственная система. Взвод отделения, взвод отделения, точнее наоборот, отделение, взвод, рота, батальон, полк, дивизия, корпус, армия. Они вернулись на старую советскую. Они пытались, Сердюков, когда пришел, он пытался проводить там реформы и ввел бригадно-батальонную структуру вооруженных сил России. Но потом это все убили и сказали нет. Вот в 19-м году начался масштабный переход российских войск на дивизионно-полковую армиюционно-штатную структуру. Очень все легко запомнить. Отделения 10 человек, во взводе 3 отделения 30 человек, в роте 3 взвода 100 человек, плюс там еще уже появляются первые подразделения обеспечения в роте. В батальоне 3 роты плюс подразделения обеспечения до 500 человек, потому что танковый батальон может быть и 300, а пехотный до 500 человек. В полку где-то порядка 2-2,5 тысяч человек. Это мы говорим, что мотострелковые. Танковые там где-то на 30%, на 25% меньше личного состава. Или даже на 30%, на 30% меньше личного состава, потому что экипажи, там все ограничивается экипажем. Там в экипаже 3 человека в танковом. Дивизия может насчитывать от 7 до 12 тысяч человек, в зависимости от того, танковая, мотострелковая дивизия, танковая поменьше, мотострелковая побольше, по численности. Ну а дальше там корпуса и армии уже в зависимости от их штатной структуры. Там уже структура может быть плавающая. Корпус может состоять, допустим, из двух дивизий и двух там или одной отдельной бригады. Или армия может состоять из дивизий, а может состоять из корпусов. То есть тут уже по-другому. А здесь, ну, очень легко запомнить, апеллируйте этими. Отделение 10, рота 100, батальон 500, полк где-то 2,5 тысячи. Вот такие вот основные параметры. А, да, еще если говорят батальонно-тактическая группа, то это где-то порядка 600-800 человек. Вот такое БТГ. То есть, когда вам говорят, что 30 БТГ, умножайте на 0,8 и вы получаете численность личного состава. Примерно. 0,8-0,7. Вы получаете численность. 30 БТГ это где-то порядка 27-26 тысяч человек. Или наоборот. Если говорят вам 40 тысяч, вот как сейчас на этом самом... Как сейчас на правом берегу Днепра, там до 40 тысяч, вот сказал генерал Буданов, наш главный разведчик, что Россия сосредоточила военнослужащих, умножайте на 1,2, ну, на 1,3 лучше, точнее будет. Вот это будет количество БТГ. На правом берегу. Так, уже вопрос решенный. Просто можем уточнить приблизительно, когда это произойдет, по вашему мнению. Еще раз говорю, не произойдет... Ну, Белоруссия, как государство, отдельное государство, в войну не вступит. именно вооруженными силами Белоруссии. Могут вступить военнослужащие Белоруссии, которые сейчас будут отмобилизовывать и передавать в состав вот этой совместной группировки российско-белорусской, уже как вооруженные силы союзного государства. То есть Путин может поменять юрисдикцию России на союзное государство. И тогда уже будет война Украины и союзного государства. Вот там да. А вооруженные силы Белоруссии в войну не вступят. По причине того, что Белоруссия отдает свою технику и вооружение, боеприпасы вот этой союзной группировке. А сама остается на голодном пайке. У них кроме войскового запаса больше ничего нет. Войсковой запас это максимум 3-3 суток боя в зависимости от уровня войск. там в батальоне на двое суток боя, в полку на трое суток боя, в дивизии там до пяти суток боя. Возимый комплект. Дальше его нет. Все. Остальное они, склады, арсеналы, они все передают. Я приведу вам как-нибудь цифры, сколько Беларусь сегодня отдала технике, вооружении, боеприпасов. А только 65 тысяч тонн Беларуси отдала со всех складов и арсеналов своих в Российской Федерации. Все эти снаряды не в Беларуси и не в союзной группировке. Все эти снаряды в Украине и воюют против нас сегодня. Вопрос. За 8 месяцев войны, а вот, кстати, и цифра, Лукашенко передал Российской Федерации более 65 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно железнодорожным путем. Почему белорусские партизаны боятся не просто вывести и строить железнодорожный путь, как это они делают, а при помощи СБУ Главного управления разведки Министерства обороны Украины заложить пару килограмм тротила под колеи и через радиопередатчик или иным способом подорвать движущийся состав с боекомплектом, который будет двигаться через лес, поле, чтобы мирные жители не пострадали. Это же просто. Не делать это... Но делать этого не хотят. Я бы не сказал, что это просто. Я скажу так, что после отхода российских войск из Украины, из-под Киева, и вывода их из Белоруссии весной текущего года, белорусское КГБ провело тотальную чистку среди сотрудников железной дороги. Очень многие люди были арестованы, подвернуты пыткам и осуждены. Некоторые просто пропали без вести. Поэтому это не так просто, как вы думаете. Работа в подполье требует определенного мужества, и это огромный риск. Причем этот риск ежедневный, ежеминутный. Вот. Это раз. Второе. Кстати, сейчас, если вы обратили внимание, саботажа на железных дорогах Белоруссии практически нет. нету. Поэтому, я думаю, что, если там и будут происходить какие-то действия, то, конечно, дай им Бог здоровья, пусть, и чтобы они нам помогли, и набрались мужества, и смогли это организовать. Так что, поверьте, там все охраняется, и железная дорога, теперь в том числе, и воинские эшелоны особенно охраняются. Уже второй раз такой попытки Лукашенко навряд ли, точнее, второй раз такого прокола Лукашенко навряд ли допустит. Вот. Так что, я бы не был так уверен, что они не хотят. Может, они не могут. Вот так вот я скажу. Итак, на этом мы, наверное, часть вопросную тоже с вами закончим, и обратимся к третьей заключительной части нашего с вами видео, это оглашение приветствий, которые вы прислали. Итак, приветствия, которые сегодня прозвучат, будут следующими. Доброго времени дня. Ага, начинается, причем приветствие начинается с, будем так говорить, крика души. Киевляне отозвались. Камень в огород нашего мэра киевского, доброго времени дня, убежищ нет и в Киеве. Страна явно не готовилась к войне. И еще одно тоже, в Киеве тоже проблема с убежищами, особенно в спальных районах, и причем отмечают, что в тех районах, где нет метрополитена. Там, где есть метро, там проблема как-то более-менее решается, там, где метро нет, проблема не решается. Но, опять же, местные советы в Киеве были давно ликвидированы или нивелированы, правильно так сказать, они вроде как есть номинально, но при этом их роль абсолютно минимальна. Но администрации, государственные администрации, районные, есть мэр, мэрия есть, так что обращайтесь, горячая линия есть мэр на месте, так что обращайтесь, требуйте, чтобы оборудовали бомбоубежище в подвалах, жилых домов, паркингах подземных и так далее и тому подобное. Вариантов очень много. Война завтра точно не закончится, поэтому ждать, когда закончится война, нет смысла. Надо идти, требовать от местных властей выполнения их обязанностей по защите, по гражданской обороне местного населения. Вот такое вот тоже из России. Похоже, что в России телевизор победил не только холодильник, но и материнский инстинкт. Да, вот это, кстати, надо отметить, что в Российской Федерации действительно многие матеря и жены отправляют своих мужей, сыновей на войну за деньгами, кто за деньгами, кто за славой, кто там родину защищает, как можно защищать родину на чужой территории. Вот это нонсенс, конечно. Но у них да, такое присутствует, причем массово. Привет из Оксфорда, Великобритания, сам из Запорожья. Приехал проведать жену и лечащегося ребенка. Скоро еду назад в любимую Украину. Все британцы за нас, собирают деньги, дают жилье нашим женщинам и детям, желают нам скорейшей победы, готовы помочь всем, чем могут. Это очень приятно, дает вдохновение на скорую победу. Держитесь, родные, именно сейчас в муках рождается настоящая украинская нация. Уважаемая вашим словом, с цього приводу. Дякую за вашу щеденную працю. Привет из Чернигова. Да, и так разговору о возможных был вопрос, что, а может быть, стоило сесть и договориться. Ну, я повторил практически слова президента Зеленского договориться с кем и о чем. Путин хочет нас ликвидировать как нацию, как страну, и о чем мы с ним будем договариваться. И с кем, если Путин сегодня, уже сегодня, по многим косвенным признакам, Путин не управляет ситуацией в России. Уже даже неизвестно, кто там рулит. Пропаганда больше влияет на внутриполитическую повестку и на внешнюю политическую повестку, чем сам Путин. К вопросу о выплатах вооруженным силам. Наверное, я очень рад тому, что выплату вчера сын получил. Мы понимаем трудности в стране. Правда, возникает вопрос, не целесообразнее ли в первую очередь платить военным, а в последнюю депутатам и высшим чиновникам. Уж они-то точно не доедают последний кусок хлеба. Очень хорошая идея, что Министерство обороны Украины должно быть в прерогативе номер один. Первые деньги, появившиеся на фондах с заработной платой, должны идти именно в Министерство обороны. А вот последние депутата можно и задержать вместе с чиновниками. Месяц потерпят, ничего страшного. Стране зато легче будет воевать. А то как себе зарплату повышать, так депутаты, несмотря на военное положение, бах, и повысили себе зарплату. Тихонько так, но повысили. Если кто не знает, так у нас весной было платы наших бедных депутатов. Большое спасибо за информацию. Привет и наилучшие пожелания из Джулиана, провинции Неаполя. Единственный вопрос, почему мировая общественность не в состоянии прижать Иран в поставках ракет, особо опасных для Украины баллистических ракет, с отделяющейся головной частью. Они не только для Украины опасны, они для того же самого Израиля. Они для того же самого Израиля на сегодняшний день опасны, эти ракеты. И в первую очередь, кстати, они направлены именно против государства Израиля. Но дело в том, что, понимаете, Иран вырос в условиях санкций. 40 с лишним лет санкций. 40. И при этом Иран полностью самодостаточная страна. Вот Иран полностью выполнил программу импортозамещения. Полностью. У них все производится внутри страны. Все. Начиная от бытовой техники, заканчивая вооружением. Плюс они имеют огромный серый и черный рынок. Они продают нефть. Иранские танкеры идут полным ходом из Персидского зализа во все точки мира. Кстати, Иран обладает самым крупным в мире танкерным флотом. По-моему, больше 60 танкеров в собственности Ирана. Вот. Так что и кстати, те же страны различные страны западного мира иногда в серую покупают у Ирана нефть или передают Ирану свои какие-то технологии через третьи страны, через схемы. Иначе откуда бы Иран брал те недостающие запчасти. Так что я так понимаю, что Израиль боится давить на Иран, чтобы Иран не нанес удар по Израилю. А остальные страны кто-то не понимает всей опасности этой ситуации, что Иран в связке с Российской Федерацией сейчас Тегеран Москва ось зла образовывается правда через Ереван она идет Тегеран Ереван Москва вот так вот там кстати и прямая связка с Тегераном через Ереван по многим вопросам в том числе и поставок вооружений может образовываться так что я думаю что тут надо обратить внимание западных политиков на то какая здесь угроза и каким тяжелым последствиям это может привести кстати эта связка может в первую очередь угрожать Грузии потому что Грузия является коридором между Россией и Арменией Привет из Варшави слава Украине Добрый вечер мы из Туречкины слідкуем за информацией мы интернациональная родина я родом из Северодонецка а человек из Туречки на начале войны были там чудом выехали с человеком а сын студент остался на батьков Багато в Туреччині росіян спілкуються спілкуватися неможливо я уникаю але коли турки питають про стан справ в Украине я завжди роз'яснюю турецкие люди співчувають нам і завжди на боці України але президент грає свою гру ми віримо в перемогу слава Україні Маріупольцы очень хотят домой ми сможем до конца 23 года вернуть наши территории там слава Україні нет 23 конечно же сможем тут вопросов нет главный разведчик сказал что и Крым вернем до конца 3 года не то что Мариуполь так что будем надеяться что и вы вернетесь следующий Новый год уже будете праздновать отмечать дома или не у нас ж теперь мы возвращаемся на старые наши обычаи и 25 Рождество вместе со всем цивилизованным миром Украина в этом году будет отмечать Рождество 25 декабря а не большевистское Рождество 7 января спасибо вам огромное привет из Польши познань а вот очень интересная мама у меня 70 лет и то понимает что никаких переговоров только полная победа освобождение всех территорий кроет матом и говорит да кто они такие чтобы командовать нами привет из Одессы я представляю как мама одесситка в 70 лет с одесским диалектом и изъясняется на матерном языке это бы стоило послушать пан полковник бонжур вам как и каждый день мрию что мрию что когда что когда-то очень скоро будем болтать особо обо всем всяком мирном украинском ну тоже очень об этом надеюсь на это надеюсь витание с Житомира намагаюсь не пропускать информацию вдячный за добру справу важлива мати тверезве уявлення про речі які до нині були мало зрозумілими напередодні побачив сюжет про танкистів які звільнили Харківщину прості щирі сумлінні завзяті наші співгромадяни з добрими планами на майбутнє таким позитивом від них повіла а в кінці сюжету титри що увесь екіпаж 25 жовтня загинув мене охопило неимовірно туга і жаль це ж аби ми могли жити і я їм ніколи не зможу сказати навіть дякую ми хто ще живий і хто виживе будемо змушені до кінця життя це усвідомлювати вічна пам'ять нашим захисникам героям мертвим але найперше доземне дякую живим молю Бога щоби всі ми якнайшвидше повернулися з перемогою у своїй сім'ї зростили діточок та тішилися своїми внуками слава Богу що не полишає Україну доброго вечора ми з-під Харкова між Балаклією та Ізюмом пережили цей мужній наступ раділи усією душею у нас в селищі дуже багато переселенців найближчих зруйнованих сіл дуже вдячна за вашу працю дивлюсь кожного вечора навіть тоді коли за нашим будинком літали снаряди йшла під вікнами наша техніка та слухали на обрії бій ми це Україна перемога буде наша дякуємо ще раз привіт всім з Полтави сьогодні ще 52 бійці повернулися з полону яка радість для їхніх родин да це правда вчора був обмін привіт із Латвії вместе з вами радуємся для даже маленьким победам і печалимся грустным новостям верим в победу Украины Естонія спасибо смотрим в Саратове родители з Полтавської області вот даже так слава Україні з Северной Кароліни слушаєм вас каждый день спасибо за информацию спасибо Олег привет із Америки жаль що ви не написали із какого штата там очень много Удивлен как много литовцев и латышей смотрят ваши сводки сам литовец слушаю вас ежедневно если удивляется почему много литовцев с июня месяца через наушники когда занимаюсь спортом стало уже традицией все мои друзья семья и общество Вильнюса очень сильно болеет за Украину переживаем как будто войну у нас война у нас происходит люди и власть не только болеют за вас но и помогают кто может а таких много и деньги жертвуют и беженцам помогают кстати женщины украинки очень приятные девочка которая стрижет мои волосы беженка с кривого рога и рассказывала про обстрелы в марте месяце я пытался стать в ряды иностранного легион интернационального легиона но с посольством мне ответили что не смогут меня взять так как у меня нету военного опыта или хотя бы опыта службы в армии когда молюсь прошу бога чтобы война и мучения украинцев закончились чем быстрее но только в полной победе Украины слава Украине приветствие с Вильнюса Литва вот такое вот приветствие салам алейкум из Азербайджана держитесь украинцы все весь мир с вами слава Украине добрый вечер Германии город Висбаден каждый вечер стараемся слушать и ждем хороших новостей помогаем чем можем как вооруженным силам Украины так и беженцам у нас здесь все будет Украина пан Валеже с приветом из Сибири служил в советской армии в артиллерии мои командиры сумские украинцы пока меня не призывают но я пойду в вооруженные силы Украины слава Украине героям слава разом до перемоги Литва с вами уважаемый господин полковник привет из Чикаго всегда с нетерпением ждем информации как офицер армии США в прошлом конечно преклоняюсь перед уровнем вашего анализа и глубокой глубиной знаний слава Украине победа придет думаю раньше чем многие предполагают мы с вами спасибо вам большое за такие приятные слова вот такие вот приветствия прозвучали в сегодняшнем видео спасибо за ваше время что вы досмотрели до этого момента а еще раз приглашаю вас подписаться на мой канал кто еще не подписан поставить лайк этому видео и распространять на него ссылки для того чтобы его могли увидеть как можно больше людей огромное спасибо спонсорам и тем кто помогает и поддерживает канал благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность вести этот канал и записывать для вас эти видео доносить до вас информацию ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам перемога за нами слава украиня а украиня а украиня